В эфире выпуск новостей программа «Время местное» в студии Дарья Самородова. Череда новогодних праздников миновала, а елки в домах лабытнанцев остались. Многие уберут их в шкаф лишь после крещения. Мы решили поддержать традицию и оставили елку в студии до конца недели. В преддверии Нового года преобразились не только квартиры горожан, но и улицы города. Яркая иллюминация, нарядные елки, ледовые горки и сияющие огнями витрины. Все это продолжает вызывать положительные эмоции горожан. Узнаем, долго ли картина будет радовать взор и сколько времени есть у тех, кто не успел сделать красивые снимки. Яркие разноцветные огни, елки, украшенные гирляндами, арт-объекты. Все горит и переливается, продолжая поднимать настроение горожан. Северянам в этом плане повезло. Ведь зимой, когда большая часть времени присутствует полярная ночь, мы можем радоваться сказочному преображению. Круглосуточно. Безумно красивое. Вообще, я и говорю, красиво сделано. Настолько все красиво, что идешь, душа радуется вечером. Все горит, огоньки, красиво. Мне очень нравится наш ледовый городок. Елка, которая на Дзержинского, по-моему, улица. Все красиво, иллюминация, все очень хорошо. Мне все нравится. Конечно, новогоднее настроение присутствует, когда ты ходишь по вечернему городу, видишь красивую елку, красивые скульптуры ледяные, когда дети катаются, там, орут, кричат всякие. Ходят каледовщики, там, рассказывают красивые стихи. Ну, просто уютное вечернее такое настроение новогоднее. Просто смотришь, и, ну, атмосферно. На выходных собираемся, погода радует нас еще, сделаем снимки, нафотографируемся, видео снимем ледового городка и отправим родным своим. Я здесь недавно, поэтому, не знаю, пока что все впечатляет. По традиции в этом году Лабытнанге украшает большой елочный шар. Его окутывает несколько десятков метров светодиодные гирлянды. Среди новинок – декоративные рождественские фонари. Их установили в парке «Юбилейный». Светящиеся конструкции делают город ярче. В этом году в городе установлено рекордное количество елок. Они украшают семейный спортивный комплекс «Старт», «Авангард» и «Полярный». Радуют елки в сквере – молодежный и в отдаленном микрорайоне «Обском». Управлением жилищно-коммунального хозяйства заключены муниципальные контракты на содержание и патрулирование ледового городка. Срок исполнения обязательств по данным контрактам – до 29 февраля. Уже в марте месяце начинаются уже подтайки, оттепель, да, и, так скажем, использование городка, оно уже может быть небезопасным. Времени загадать желание у главной елки и сделать красивые фотоснимки на фоне сказочной иллюминации города у жителей и гостей Лабытнанги не так много. Новогоднее убранство демонтируют 31 января.